Попали в соточку. На саммит мира Зеленского приехали ровно 100 делегаций, 92 страны и 8 международных организаций. Швейцария была выбрана не случайно. Страна еще со времен Гитлера позиционирует себя как нейтральным. Эту позицию можно любить, можно не любить, но пока нам приходится мириться с этим фактом. Чтобы подчеркнуть свою нейтральность, на саммит аккредитовали даже российские журналисты, а причем не только независимых изданий, но и открыто контролируемых Кремлем. Что ж, российские журналисты хотя бы санкционки накопят теперь по бросовым-то европейским ценам. Президент Швейцарии Виола Амхерт еще на открывающей пресс-конференции с Зеленским заявила, что в какой-то момент на этом саммите будет и Россия, которую в этот раз никто не собирался приглашать. Подрыв уважения к международному праву вредит не только России, но и всем в долгосрочной перспективе. Если мы хотим стимулировать процесс, ведущий к миру, в какой-то момент в него должна быть вовлечена и Россия. Это ясно всем. Это Олен Клаур. Михаил Каминский говорит, что уже бы пора перестать биться головой о проклятые грабли, но с дороги их почему-то никто никак не уберет. Точнее, не так. Он говорит, что на Западе, имея в виду и Польшу, кстати, решение принимают идиоты. Вот теперь это практически дословно. Смотрите сами. Мы повторяем одинаковые ошибки по поводу России и ожидаем других результатов. Но этого не произойдет. Если вы подаете им руку, они вас съедят. Они вас съедят. Это их природа. Саммит мира Зеленского – это стартовая площадка. Ожидать от него много не приходится. Об этом я говорил и в прошлом, и не только в выпуске программы. Для того, чтобы привлечь большее количество стран, многие из которых входят в так называемую путинскую орбиту, в основном, конечно, все это ради Китая. Украине пришлось пойти на значительные уступки, обрезав повестку дня с 10 пунктов до трех наиболее общих, но немаловажных. Количество участников постоянно изменялось. Например, президент Аргентины Хавьер Милей не собирался ехать лично, но Зеленскому его удалось уговорить. А вот некоторые страны подтверждали изначально свое участие, но потом почему-то резко передумали. В любом случае, 100 стран и организации – это серьезный посыл. Настолько серьезный, что Путин рванул, и он вышел на публику с реальным, ну так он сам его назвал, предложением мира. Ну и вот, что заявил на встрече с собственным МИДи Владимир Путин. О том, что еще назаявлял Путин, я расскажу немного. Пока давайте разберемся, что именно и зачем он все это сказал. Работа на опережение. Саммит мира без Путина, и его это бесит. Путин публично завысил ставки настолько, чтобы сделать их недопустимыми и невыполнимыми. Теперь он может сказать странам того же, например, глобального юга, что вот, мол, видите, они говорят, что я не хочу мира, а я же перед самым саммитом выступил публично с конкретным, между прочим, предложением. Ну а они, мол, мое предложение взяли и отвергли. С другой стороны, было бы глупо ожидать от Путина, развязавшего войну, что он такой раз и скажет, ребята, я был неправ, давайте жить дружно, и я все исправлю. Конечно, он хочет выйти на переговоры с максимальными требованиями. Обратите внимание, никакой деноцификации, демилитаризации и прочей дичи Путин уже не несет. Он открыто говорит, что хочет украинские территории, ну и триумфа над НАТО. Хотя раньше-то говорил совершенно другое. Мы будем стремиться к демилитаризации и деноцификации Украины. При этом в наши планы не входит оккупация украинских территорий. Киев продолжает настаивать на том, что компромиссов по территориальной целостности страны не будет. Речь не идет, тем более, об уступке тех территорий, которые Москва не может удержать даже военным путем. Российская Медуза пишет, что при нынешнем соотношении сил Россия не сможет рассчитывать на полный захват территории четырех областей в обозримом будущем. И не факт, что этот баланс может измениться, ведь Кремль отказывается объявлять открытую мобилизацию. Также не факт, что если баланс все же изменится, то обязательно в пользу России, поскольку Украина как раз пытается нарастить свои мобилизационные усилия. Журналисты издания подсчитали, сколько времени российской армии потребуется на захват желаемых земель, если она попытается сделать это военным путем. И в будущем ПМП наступления в среднем останутся как минимум такие же, как в 2024 году. Ну и получилось чуть больше 14 лет. Саммит мира сильно бы усилил позиции Киева, если бы туда приехала китайская делегация. Тем не менее, переубедить Си оказалось невозможным. Тимур Умаров, аналитик Карнеги Политика, пишет, что Пекин уверен, что уже выполнил свою часть работы по приближению мира в Украине. Публикация китайского мирного плана – достаточная с китайской точки зрения реакция на критику со стороны Европы. Теперь их очередь нужно надавить на Украину, чтобы та садилась за стол переговоров с Путиным. Три пункта повестки дня вполне вписываются в китайский подход. Первый пункт – ядерная безопасность. Его Си Цзиньпин поднимал и с канцлером Германии Олафом Шольцем, и с французским президентом Эммануэлем Макроном, и с председателем Еврокомиссии Урсулой фундерляйен, и по данным Financial Times с самим Владимиром Путиным. Второй вопрос – продовольственная безопасность. Тут Китай сильнее других заинтересован в прогрессе, потому что он был главным получателем зерна в рамках действующей в первый год войны зерновой сделки. Наконец, третий пункт про обмен пленными носит настолько общегуманистический характер, что даже не должен был бы вызывать у Пекина раздражение. Но почему? Почему тогда Китай так уперто не хочет вести конструктивный диалог? То, что Си туда не приедет, было понятно. Он предпочитает международные встречи, где его не критикуют, где у него что-то просят, а он дает или отказывает. Со слабым Путиным Си намного более приятно задним столом, чем, к примеру, с жесткой Урсулой фундерляйен. Официально Пекин называл три причины своего отказа. Во-первых, формат не признан обеими сторонами конфликта. Во-вторых, Россия даже не приглашена на саммит. Ну, а в-третьих, на саммите обсуждаются пункты исключительно из мирного плана Зеленского, а не всех аналогичных планов, то есть, ну, читай, китайского мирного плана. Но есть же еще и реальные причины, о которых не говорят вслух. Сегодня позиции Пекина сильны, как никогда. Путин будет делать то, что ему скажут. А на поводу западных стран Пекину идти нет смысла. Украинским козырем он может себе выторговать многие уступки на Западе. Кроме того, Китаю не нравится, что западные страны поддерживают программу «Максимум» Владимира Зеленского, а именно нежелание идти на территориальные уступки Москве. «Хотел бы я видеть, чтобы Китай был настолько же гибким в тайваньском, например, вопросе». Ага. Россия готовится провести свой собственный саммит. Саммит БРИКС. Там тоже явно будет обсуждаться какой-то формат мирного плана. Российские власти сообщают, что свое участие подтвердили уже порядка 30 делегаций. Поедут, так сказать, брать Казань. Ведь именно там эта встреча БРИКС и будет проходить. В отличие от Зеленского, который сейчас всеми силами пытается смело играть на чужом поле, Путин выбирает более комфортную для себя и понятную тусовку. И поэтому играться с формулировками и повесткой дня российскому диктатору надобности-то особо и нет. Вопрос только в том, что же дальше. И будет ли встреча в Саудовской Аравии до или после этого казанского саммита. В любом случае, подводить итоги всего, что произошло в Свейцарии, пока сильно рано. Я уверен, что подробности, которые не попали в официальное заявление, мы узнаем немного позже. Ну а вы что думаете? Пишите комментарии, не жалейте клавиатуры, если смотрите выпуск в интернете. Ну и подписаться на наш YouTube-канал и поставить лайк этому видео тоже, пожалуйста, не забудьте.